Такого десанта неравнодушных в жизни птиц-людей в этом парке не было никогда, говорят его сотрудники. 2000 волонтеров со всех уголков России приехали в Сочи, чтобы благоустроить для перелетных птиц их излюбленное место в Амеретинской низменности. Альбинипсов в составе своей группы прибыл из Краснодара на призыв. Поможем пернатам, откликнулся сразу. Как только появилась возможность приехать сюда, помочь в реализации этого проекта, я сразу же согласился и даже друзей звал. Потому что если мы не будем обращать внимание на то, где мы живем и на окружающую среду, то, мне кажется, будет жить очень сложно и некомфортно. Природный орнитопарк в Сочи – это почти 300 гектаров охраняемой территории, часть из которой находится в районе Олимпийского парка. Также в него включены низкогорные холмы в долине реки Псо. Орнитопарк здесь появился в период подготовки к Олимпийским играм, хотя исторически Амеретинская низменность является местом охоты местных жителей. Но теперь, благодаря своей закрытости, по мнению орнитологов, даже несмотря на присутствие рядом жилых кварталов, эта территория для перелетных птиц является одной из самых безопасных и комфортных. В подтверждениях своих слов ученые приводят цифры. За два года наблюдения на территории парка удалось зафиксировать почти 180 видов птиц, в том числе 35 краснокнижных. Более того, здесь же появились пернатые, которых раньше на территории Амеретинской низменности никогда не было. Данное мероприятие реализуется в преддверии проведения в Российской Федерации в 2017 году года экологии и особо охраняемых природных территорий. Прежде всего, назначение данных мероприятий – это улучшение среды обитания, а также мест отдыха для перелетных птиц, для которых, в принципе, создавался данный орнитологический парк. Очень приятно, что мы могли с Министерства природных ресурсов и орнитопарк, и Кубанский технический университет создавать вот эту акцию. Я думаю, что особенно важно, если думать, построить дом, вырасти ребенок и посадить деревья. И это все, что мы делаем сегодня. Новые насаждения, кстати, основная часть которых – это плодовые деревья, как считают специалисты, позволят птицам не только набрать сил перед дальнейшим перелетом, но и, возможно, станут для них новым домом. Елена Авсецна, телекомпания «ФКТ». А вот теперь можно вот это.